МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадио компании Гомелю, студия и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Допамога профсоюзов угорачую пару. С доброченной акцией про факты в области наведал Лоевский район. Работа со зворотами грамадян. Выники первого года разгледили у Гомельским гарвы конками. Офицеры запасу у войсковой части 55-25 проводили у дельников военных и специальных сборов. Эстетика Санкт-Петербурга. У Гомеля открылась выстава фотосдымка у Валеры Гвоздилиной. А зараз обгеты меньшим больш подрабязна. Уборочная кампания в самом разгаре. Механизаторы беражливо прибирают на полях збожжа нового ураджаю. А держава у свою чергу мкнется створиться правды, годные умовы для працевников этого отказного для вкраины процессу. Гомельское областное объединение профсоюзов зараз проводит доброчинную акцию допомога профсоюзов в горячую пару. Головная мета – оказать материально-техничную поддержку господаркам региона, которые в этом имеют потребу. Наперед, одни профакты в области с подарунками наведал Лоевский район. Под обязанностью ранников Рашилиной. Клопота працевных – бадай головный ориентир деяности Гомельского областного объединения профсоюзов и его за все дымкнуться притримливаться на справе. По выниках месячника безпеки при подрыхтовце до уборочной кампании были вызначены сельгазпродприемства, у которых працевные не целиком забеспечены спецвопродкой и належными бытовыми умовами. Это порушение правилового хова працы, некоторые господарки сдолили вырешать уластными силами. Иншим допомогают профсоюзы. В Лоевском районе в этом списке одразу четыре коммунальные сельско-господарные унитарные предприемства. Дняпровец, Бывальки, Саухоз Зара и Малиновка Агра. Во врачистые обстановцы у стенах райвы Конкама их керавники отримали саправды потребные для господарок подарунки. Вот и нагровальники, микрохвалевые пиши и новые комплекты спецодзения от Гомельского областного объединения профсоюзов. Это была инициатива Гомельского областного объединения. Совместно с отраслевыми обкомами было вынесено постановление президиума о проведении этой акции. Мы решили, что в этом году мы помимо чествования передовиков жатвы оказать материальную помощь хозяйственным, которые более в этом нуждаются. Здесь те необходимые вещи, которые нужны для коллектива, для создания санитарно-бытовых условий, для более комфортного людей пребывания на работе в процессе и уборочной, и помимо нее в том числе. Ксуп Малиновка Агра – одна из вызначенных господарок Лоевского района. Тут працует больше 200 человек. Зараз аграры заняты на уборцы сборжевых. Не глядяши на то, что подчас визиту нашей издымочной группы небесные канцеляры обвестила пахмурная надворья с дождем, механизаторы не губляют надея и чекают удалого момента, чтобы снова выйти в поле. А поколь принимают профсоюзные подарунки. Новые комплекты спецодейния сразу нашли своих уладальников, богарочая по разбору сборжа нового ураджаи в самом разгаре и пытание беспеки працы на первом месте. До того же зараз у господарцы завершаются ремонтные работы по обсталеванию бытовых покоев, где можно привезти себе у парадок после напруженного працанного дня. К тому и остальные подарунки, как отзнашают, пришлися до места. Как раз мы сделали комнату отдыха на мастерских, вот туда микроволновка, делаем душевую и сделали все плиткой, выложили как раз водонагреватель, эту душевую кабинку закупили, так что помощь вовремя. Спасибо огромное профсоюзам. Доброчинная акция «Допомога профсоюзу» в горячую пару на кераванное наказание материально-техничной допомоги господаркам региону, який уготым мают потребу, протягнется и далее. На наступном тень представники Гомельского областного объединения профсоюзу отправятся с подарунками в Кармянский район. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадиокампания Гомель, Злоевского района. Який лес чекает про вокзальный рынок, коли на месте Быховского з'явится магазин и как у Вогуля развивается система гандли в регионе. На питанье ведущей и слухачов, подчас программы «Открытая студия» «Радио Гомель плюс» отказывали керавники областного и городского управления в гандлю и послух. Марина Джалая так само задала гостям студии свои питанье. 15 тысяч гандлёвых объектов працуют зараз в области, а шедве с половой – в Гомеле. Это другий показчик по Сламинску. Литерально каждый человек жадает, как магазины с самыми основными товарами находились у кроковой доступности. Але не все пожадания махчимы задоволить. Часом для будовництва чергового магазина кроковой доступности не хапая свободных площадь. А здраяется и так, что крамы зачиняются за стратной праце. Зараз, на прикладу, у Гомеле будуются некальки великих магазинов, які забеспечить потребы жихаров особных микрорайонов. Мы ожидаем открытия двух крупных торговых объектов до конца года. И уже, наверное, в ближайшее время это откроется объект по улице Свиридова под вывеской «Дионис». Это будет крупноторговый объект свыше тысячи квадратных метров с зоной реализации продовольственных товаров и предполагается небольшой объект общественного питания. Также под вывеской «Дионис» у нас откроется еще один объект по проспекту Космонавтов 61, тоже достаточно крупный объект. Аля пытанев застается шмат. Наприклад, коли закрывать провокзальный рынок, иди потом працавать предприимальникам и физичным особам, які зараз там гандлюют. Специалисты расслумачили, что гандлярам пропонуют ожидаюлять свою деятельность на улице Шаученке, где для этого рыхтуется специальная пляцовка. Хучай за все так званый «пятачок» спынить свою работу до 1 вересня. Зараз инвестор займается проектной каштарысной документацией и в вересне тут приступят до початкового этапа будовництва. Плануется, что гандлёвы центры на месте провокзального рынку завершить будовать в 2020 году. Как мы видим сегодня по эскизу данного торгового центра, решение такое, что на первом этаже это будет размещаться большой торговый объект по реализации продовольственной группы товаров. На втором этаже это будут арендуемые площади, которые будут сдаваться в аренду под торговлю. Возможно, кто-то из физических лиц индивидуальных предпринимателей, которые ранее осуществляли торговлю на привокзальном рынке, смогут занять эти места и в дальнейшем развиваться и работать. Еще одно наболелое питание, коли на месте изнесенного Быховского рынка побудуют новый магазин. По попередних известках в 2020 году на этой плясце открыется гипермаркет. Так само насильство советского района Гомеля чекает заявление анонсированного рынку Любинске на улице Жукова. Ситуация с терминами его бы давниства ускладнилась тем, что сгодно генплану заменяются межи Гомеля. В настоящее время идет согласование генплана в развитии города Гомеля. И когда будут определены все нюансы в строительстве обхода, который проходит непосредственно в зоне строительства этого рыночного образования, в тот период и начнется строительство нового рыночного образования, если еще на тот момент будет в нем необходимость. А вот на рынку Асавцы повинны з'явиться гандлевые рады по продаже былых в ауживании товаров. Такие рынки заусюду выкликают цікавость у насильництва, бо там можно знайсти, окрами іншого, праритетные речи, предметы нумизматики и артефакты. Можно говорить о том, что вот такие зоны являются местом притяжения не только тех людей, которые торгуют бывшими в употреблении вещами, но и определенных категорий покупателей, которые с удовольствием посещают эти рынки, ну, скажем так, даже являются центром притяжения. Потому что одно дело – это купить бывшие в употреблении часы, второе дело – это какой-нибудь инкрустированный старый диван или же статуэтку, которая собой представляет некую, даже, наверное, материальную ценность. Поэтому в данной ситуации я бы, может, даже хотела где-то обратиться к нашим жителям, не отвергать это предложение, а попробовать. Вполне вероятно, что нам понравится всем быть на этом рынке и все будут знать, что у нас есть определенный рынок, куда можно приехать, продать свою вещь бывшую в употреблении и приобрести то, что тебе будет интересно. Что тычется развитие гандлевой сетки в регионе, то заразу в Гомельской области працуя около 15 тысяч гандлевых объектов. И что год их з'является яше по 3-4 тысячи. Зразумела, певная колькасть крам зачиняется, а и у целом в этом сегменте назирается видовочная активность. Вопрос обеспеченности и насыщенности товарного ассортимента лежит в плоскости ответственности субъектов хозяйственных, поскольку обязательно у нас на сегодняшний день наличие ассортиментных перечней, в которых включены основные позиции. И если мы говорим об ассортиментном перечне, то это именно товары наше белорусское производство. Конечно же, задачу мы ставим перед местными органами власти в ежедневном режиме отрабатывать сеть для того, чтобы видеть о том, что весь необходимый ассортимент товаров, особенно социально значимые товары, должны быть ежедневно на прилавке. Гандаль – это достаточно складанная сфера. Тут заусюду есть, над чем працавать и до чего имкнуться. Есть, чем быть незадоволенными и за что – удячными. И доброе, когда подстав для удячности становится все больше. Марина Джалая, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Выники работы со зворотами громадян за первое полгодие 2018 года обмерковали ухар выканками. Перш за все, треба отзначить, что «Гомель» добро выглядае у правонанні с іншими областными центрами. Жахары города над Сожем меньше стали звертаться до улада у попытенних, связанных с жильовой тематикой, аховой здоровья, адукацией, законодавством и транспортом. Темы працевладкованни и занятостей так само не такие актуальные среди насельництва, як ранее. Однако назираються прирост пытанню, што тычатся гандлю, оказанне коммунальных и бытовых послух. Калі казацю целы, магольная колькась зварота у ухар выканкам знизілася на 10% у правонанні з аналогічным перэдам минулого года. Гэта перзавсё звязана с поляпшэнням працы на месцах. Внушает оптимизм то, что гамильчане стали чаще обращаться на места для разрешения своих проблем, для того, чтобы обеспечить какое-то решение тех вопросов, которые находятся в непосредственной компетенции организации жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило сократить суммарное количество обращений в вышестоящие контролирующие органы. Цацки восьминожки, музыкотерапія, метод кенгуру, кватыра студы для мам. У педатричным отделений для недоношенных дятей Гомельской областной клиничной больницы, што год вводять у практику самые разнастайные и нередко нестандартные методы и падыходы выходжванье маленьких пацыентов. При реабилитации особливую увагу тут надают контакту немовлят с матерью и в уголе по зъединению семьи. Как союзничая медицина с человеческими инстинктами, высветляла Евгения Кухаронак. Педатричное отделение для выходжвания недоношенных детей открыли в 1973 году. Сегодня у них одночасово могут проходить лечения 25 немовлят. З минулого тут пролечили 444 малыша. Прикладно, 80% из них родились недоношенными. Самые маленькие при народжении важы усяго 480 граммов. Выхожевать с таких складанная праца, однако посильная для гетых специалистов. Отделение доброе оснащено необходимым обсталяванием. Тут маются удостатковые колькости кювезы, пульсоксиметры, аппарат УЗИ. Сарод перолеченого многое беларуской вытворчасти. Створенные умовы дозволяются оказывать допомогу детям у самых разных клиничных ситуациях. Перево ту реанимацию редкий выпадок. У минулого года таких было усяго некольки. Такие детки в риске по развитию бронхолегочной дисплазии. Чем больше ребенок находится на аппарате, чем он дольше находится на кислороде, изменения могут происходить в легочной ткани. Потом этим деткам тяжело дышать. Поэтому важно, как только ребеночку становится лучше, убирать постепенно, очень аккуратно кислород. И присутствие мамы в нашем отделении тоже этому способствует. Правильное ведение таких детей с минимальной агрессией, вспомогательные методы выхаживания помогают нам. Еще 20 лет тому, то взмагались за жизнь немаулят. А сегодня выхоживают дети, которые важят менее за килограмм. Лечение ведется соответственно республиканским протоколам и международным стандартам. Однако главным этапом реабилитации маленьких пациентов тут лечится физичный контакт с матью. Як только стан здоровья малого дозволяя, уводится метод под назвой кенгуру. Скура до скорой, знаемое сардэшное биение и песчетные руки матули. Налепшие леки для детей. Так и до выписки недалеко. 10-го числа прибыли с весом 2,300. Нас тут выхаживали. Дорастили до 2,540. Продержали мы тут 9 дней. Хочу отметить, что врачи вовремя говорили о том состоянии. То есть я в любой момент могу позвонить, и они говорят о том, что с ребенком, как. То есть в курсе дело держали, потому что, понятно, разглука и очень тревожно за ребенка, как его состояние и что. То есть, ну и доктора вовремя объясняли, вот так вот, вот так на данном этапе. Поэтому как-то это помогало на самом деле. Выписывают за деление про умовах доброго, стану здоровья дитяцы и обовязково при досягнении усих показчиков, отповедных 37-му тыдню развития. А для худшейшего и выникового выздоровления тут укоранили цикавые нестандартные подходы. До приклада у каждого из детей мается уласная цацка восьминожка Тиморква. Она допомагает расслабиться, сапакует нервовую систему малого, калитой и екраная. А меркование специалистов такая терапия не бы вертая немауляту на трубу мате, где они тримали у руках пуповину. До всего выкористовывается музыкотерапия, фитбол-терапия, методика укладки дятей, гнездо и шмать иншага. Мы родились 2 июля. Родили мы девочку Машу с весом 2680. Здесь мы находимся с 11 июля. Идем на поправку и собираемся уже домой. В отделении очень понравилось, очень хорошие сотрудники, коллектив профессионалов работает, но не только профессионально, но и с душой. Большаясть мам могут находиться в отделении суместно с детьми. У выпадках, когда немауляты еще выходживаются у кювезах, женщинам предоставляется проживание у квартиры студии, размещенной двумя поверхами нижей. Такие сопроды домашние умовы, створенные дякучи подтримства администрации областной больницы. Завитать на сустрей чудородных могут и батьки. Подожелых малышов у теплой солнечной надвор выносятся на свежее поветро. Усего 20 минут, не более, и под наглядом медсестры. Коллектив в отделении профессийный и сгуртованный. Загадчик говорит, что при приеме на працу задает самое главное питание. Те любишь детей? Остатнее мое не такое важное значение. Есть у коллектива и женщины с 40-годовым працованным стажем. По-моему, тот факт, что я здесь 40 лет, он уже говорит о том, что я, правда, никогда не пожалела и с удовольствием работала. И вот работаю в одном и том же отделении. Дети тяжелые были и тогда. Есть и теперь тяжелые, но, конечно, благодаря теперь всем современным методам, благодаря вот такой заведующей, которая у нас, которая, правда, очень полна энергии, оптимизма, полна, я не знаю, желания сделать что-то новое, лучшее, внедрить в свою работу. И она, правда, человек, который всецело себя отдает именно детям, именно работе. У нас, правда, сложился очень хороший коллектив. Такой, знаете, добросовестный, трудолюбивый. Все работают, правда, честно, на позитиве, ну, именно для детей, для их мам. После выписки за здоровьем и лесом былых пациенту сочетесь еще долгий час. Батькам выдаются анкеты, якая заполняется, что год, и досылается в больницу. Неорядка разом с ее приходят и фото с дымки. Их супрацовники отделения заховывают на специально отведенном стенде, что день у смешки здоровых деток радует и персонал, и женщин, которые сегодня клопотятся об выздоровлении своих немовлят. Евгений Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадоя компания «Гомель». У «Гомель» у войсковой части 55-25 завершились военные и специальные сборы военно обовязанных офицеров с запаса. Для проходжения додаткового навучания тут собрали 40 человек с областного центра, а так само «Гомель» ска Гаречицка, Галлоевского, Будакашалевского и Чачерского районов в области. Сборы проходили с 9 по 20 лепеня на территории войсковой части 55-25. С офицерами запаса проводили теоретичные и практичные занятки по боевой подрыхтолцы. А кроме того, их знайомились с местами и умовами несения службы. Подчас ритуалу проводзина у военнообовязанных по завершении военных и специальных сборов были отзначены самые активные инициативные офицеры. Им ручили памятные подарунки. Сборы, я считаю, прошли с максимальной пользой для них. Во-первых, никто из них не роптал. Они здесь вспомнили, кем они были, когда проходили службу. Здесь некоторые подружились. Один офицер даже на протяжении 15 лет не виделся с другим офицером. Вот встретились здесь. Вели себя достойно. Каких-то вообще нареканий к офицерам не было. Действительно, настоящие офицеры. Моцный дождь с навальницами обрынулся на Гомельский регион. В областном центре многие в улице оказались затопленными. Автомобили и громадский транспорт с самой ранницы не ездить, а плыве по Гомеле. Городжане в социальных сетках делятся фото и виды водной стихии, что разгулялась сенья. Дождь любит спиропынно с ночи до полдня. Ливневки не справлялись с такими объемами воды и дороги перутворилися в соправдные водоемы. По прогнозам синоптика, сезон дождя на Гомельщине протягнется до конца наступного тыдня. Сонечного надворьям можно чекать ближе до пятницы 27 липня. Однако, не глядя на падки, слупок термометра будет сниматься до 25-27 градусов тепла. У Гомельской центральной городской библиотецы Мягерцына открылась выстава фотосдымка у Валеры Гвоздилиной под назвой «Эстетика Санкт-Петербурга». Экспозиция представлена в рамках проекта «Выставочная простора молодым». Валеры Гвоздилиной усяго 14. При этом фотографии она захопляется уже больше как два годы. Девчина любит подорожничать. Бывала в Египте, Тунисе, Болгары. Но самое великое уражение на ее зробила архитектура Санкт-Петербурга. Миновита она знайшла для устравания у представленных авторских вздымках. На выставе разместилось 20 работ у жанры тревел-фотографии. Они передают неполторные ракурсы и узоры архитектуры культурной столицы России, а так само особливый дух города на Неве. Цекавость до мастатства фотографии у Валеры Гвоздилиной з'явилась дякую чебатьку, вядомому фотокреспонденту Олегу Беловусову. Для яе он галун и крыток и разом с тем лепши творчый наставник. Фотография занимаюсь два года. Вдохновил меня мой отец, который снимает практически всю свою жизнь. Отец обучает меня фотографии, показывает, с каких ракурсов можно снимать. В будущем я также хочу продолжить фотографировать архитектуру, но я хочу путешествовать по миру и фотографировать это там. Гэты, а так само на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен и дякую за увагу. До новых встреч в эфире.